В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Здравствуйте! Гостем нашей сегодняшней студии стал заместитель и руководитель управления Федеральной налоговой службы в Рязанской области Алексей Васильевич Лощенов. Здравствуйте! Здравствуйте! Тема беседы сегодня – вопрос регистрации нового бизнеса в Рязанской области. Да, действительно, ежегодно в налоговых органах Рязанской области регистрируется порядка 3,5 тысяч организаций, 4 тысяч индивидуальных предпринимателей, новых индивидуальных предпринимателей. Поэтому очень важно понимать, какие изменения происходят в федеральном законодательстве, касающиеся упрощения процедуры государственной регистрации юридических лиц национальных предпринимателей. Ну, я напомню, что сегодня мы будем обсуждать уже не фискальную тему, а тему входа в новый бизнес, стартапа, тех условий, которые создаются и на уровне Российской Федерации, и на уровне Рязанской области, касающиеся вот такой удобной, конструктивной формы взаимодействия налогоплательщиков в будущих, новых организаций, индивидуальных предпринимателей и с налогами регистрирующими органами. Ну, для начала, наверное, скажем о том, что в Российской Федерации была реализована дорожная карта мероприятий, направленных на снижение административных барьеров в этой сфере и на повышение, на оптимизацию процедуры государственной регистрации юридических лиц национальных предпринимателей. Эта дорожная карта была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации еще в 2013 году, и она в настоящее время полностью реализована. Поэтому очень важно понимать, какие мероприятия, направленные на упрощение процедуры государственной регистрации, в настоящее время выполнены уже, какие изменения в федеральное законодательство внесены. Буквально краткий дайджест. Первое. Конечно, это исключено требование о предварительной оплате уставного капитала общества с ограниченной ответственностью как условия для государственной регистрации. Еще каких-то пять лет назад можно было осуществить государственную регистрацию ООО только после оплаты полностью того уставного капитала, который заявлен был учредителями. В настоящее время, я напомню, такого требования в законодательстве нет. И для входа в бизнес для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью хозяйственных обществ предварительной оплаты уставного капитала не нужно. Еще одно существенное навредение. Вы знаете, что государственная регистрация связана с подготовкой значительного количества документов. В частности, это пакет учредительных документов, устав, например, хозяйственного общества. У нас наиболее распространена организационная правовая форма, это общество с ограниченной ответственностью. Для того, чтобы минимизировать консалтинговые издержки, связанные с подготовкой этих документов в закон о государственной регистрации, внесены поправки, которые вступят в силу со следующего года о возможности государственной регистрации хозяйственных обществ на основании типовых уставов. Все просто. Министерство экономического развития России утверждает типовую форму устава хозяйственного общества, публикует его в установленном порядке, и юридические лица, которые решили работать именно в этой организационной правовой форме, для государственной регистрации их создание могут не представлять нам типовой устав. А сослаться как раз в своем заявлении о регистрации на тот самый общеустановленный типовой устав, который будет официально размещен. В заявлении достаточно будет указать данные, идентифицирующие это юридическое лицо. Какие это данные, это наименование, адресы, информацию о единоличных исполнительных органах и так далее. Напомню, эта норма вступит в силу закона о государственной регистрации со дня утверждения Министерства экономического развития формы типового устава хозяйственного общества. Со следующего года, уже с января месяца, будут сокращены и сроки государственной регистрации при создании новых юридических лиц и регистрации индивидуальных предпринимателей. Я напомню, сегодня срок это 5 рабочих дней, так вот со следующего года этот срок будет составлять 3 рабочих дня. А следовательные законодатели также стремятся создать условия, когда не требуется непосредственно обращаться в регистрирующий орган, лично приходить за государственной регистрацией. Сегодня у нас действует интернет-сервис в рамках рубрики «Создай свой бизнес» на сайте Федеральной налоговой службы. Есть интернет-сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подачи заявки на государственную регистрацию. Также можно этим электронным сервисом воспользоваться. Практически он на 100% гарантирует отсутствие отказа в государственной регистрации по формальному основанию, поскольку именно с помощью этого сервиса осуществляется автоматизированное заполнение заявлений о государственной регистрации и создании нового бизнеса. Наверное, еще несколько таких существенных шагов. Например, для того, чтобы минимизировать расходы, связанные с нотариальным удостоверением заявления о создании нового юридического лица и государственной регистрации этого нового юридического лица, тоже Федеральный закон о регистрации принесены соответствующие изменения. Если создается новое хозяйственное общество и заявители, учредители лично приходят в регистрирующий орган, то в этом случае не требуется тратиться на нотариальное удостоверение такого заявления. Также, я напомню, была введена процедура досудебного обжалования решения об отказе в государственной регистрации или, наоборот, о создании новых юридических лиц, если есть необходимость проверки соответствующего решения регистрирующего органа. Тоже, видите, очень удобно, можно минимизировать судебные расходы, сразу в суд не обращаться, если мы по каким-либо причинам отказали в государственной регистрации, а прийти к нам в вышестоящий регистрирующий орган уже в управление Федеральной налоговой службы и попросить проверить законность отказа в государственной регистрации нашего ниже стоящего органа. Ну и ряд других таких существенных изменений. Я, наверное, пожалуй, еще одно назову. Оно связано с тем, что сегодня можно получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра юридических предпринимателей в электронном виде бесплатно. В отличие от ситуации, когда вы запрашиваете выписку уже на бумажном носителе. Мне здесь придется заплатить по установленным правительствам Российской Федерации размером платы. Также мы знаем, что существуют меры по совершенствованию оказания госуслуг в части оказания помощи. В части государственной регистрации. Совершенно правильно, да. На территории нашего региона мы наряду с федеральной дорожной картой, касающейся этого сегмента работы налоговых органов, также реализуем мероприятия одноименной, тоже дорожной картой уже по оптимизации условий, касающейся взаимодействия бизнеса, общества, соответственно, с налоговыми органами. Это в целом дорожная карта создания инвестиционно-привлекательных условий для входа уже новых инвесторов на территории Рязанской области. Так вот, в настоящее время такая дорожная карта была утверждена правительством Рязанской области, и налоговики также принимают активное участие. Так вот, в части, связанные с этим сегментом нашей работы, государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и новых юридических лиц, у нас также проводятся определенные мероприятия, какие-то мероприятия. Ну, я напомню, что с прошлого года в нашем регионе с августа месяца действует единый центр регистрации. То есть сегодня на базе межрайонной инспекции номер 2, город Рязань, улица Свободы, дом 80, сегодня вы можете обратиться в ЕЦР для государственной регистрации любого юридического лица по любому месту нахождения на территории Рязанской области. То есть мы действуем по экстерриториальному принципу. То есть ЕЦР – это специализированное подразделение налоговой инспекции, которое осуществляет обслуживание заявителей, повторяя, независимо от местонахождения юридического лица. Это первая такая серьезная, существенная мера, которая была связана с улучшением ситуации, касающейся оказания этой государственной услуги. Второе. Мы заключили соглашение с многофункциональными центрами в Рязанской области. То есть сегодня для того, чтобы обратиться за государственной регистрацией нового бизнеса или получить выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, из Единого государственного реестра предпринимателей, не обязательно обращаться в налоговые органы. Вы можете воспользоваться системой одного окна и обратиться в любой многофункциональный центр, который находится поблизости. Кроме того, дорожная карта предусматривает проведение активной информационно-разъяснительной работы. И в ближайшее время во всех налоговых инспекциях, во всех многофункциональных центрах мы будем безвозмездно презентовать, а потом и распространять интересные сборники. Я их, наверное, сегодня покажу. Это вот путеводитель индивидуального предпринимателя. Обратите внимание, насколько такая интересная подробная книга. И путеводитель юридического лица. Это именно книги почему? Потому что мало войти в бизнес. Нужно понимать, какой налоговый режим выбрать. Какие права и обязанности есть у налогоплательщика. Как получить информацию из базовых реестров о себе. В каких случаях будут проведены налоговые проверки, если имеется для этого соответствующее основание. Ну и много других вопросов, на которые простым, доступным языком, вот в этих путеводителях будут даваться ответы. Главное, сегодня любое лицо может обратиться к нам. Мы безвозмездно, пожалуйста, в электронном виде предоставим эту информацию. В ней концентрировано, понятно и просто изложены те начальные шаги, которые нужно предпринимать для создания нового юридического лица или регистрации индивидуального предпринимателя уже с учетом специфики нашего региона и законодательства о региональных и местных налогах. И где такую брошюру может получить начинающий предприниматель? Пожалуйста, либо в налоговых инспекциях, соответственно, либо, обратившись к нам в управление ФНС России по Рязанской области, мы в электронном виде эту брошюру предоставим. Она также размещена на нашем сайте. Ну и в ближайшее время, как я уже сказал, мы будем организовывать информационную кампанию по распространению этих брошюр уже в многофункциональных центрах и оказания государственных муниципальных услуг, в бизнес-центрах, соответственно, в бизнес-инкубаторах, в местных администрациях, которые действуют на территории нашего региона. — Вот вообще, Вы как представитель налоговой, скажите, пожалуйста, насколько Вы оцениваете на данный момент новый бизнес, открытие нового бизнеса, насколько это сложно в сложившихся экономических условиях? — Спасибо за вопрос. Действительно, тут вопрос уже, наверное, не в региональной оценке, а вопрос о том, что налоговые органы с этого года подключились к реализации федерального проекта, он называется «Ваш контроль». В чем смысл этого проекта? Его оператором является Министерство экономического развития России, размещен на сайте вашконтроль.ру соответствующая информация обо всех государственных услугах, которые оказываются всеми государственными органами. И уже непосредственно физическое лицо, которое является пользователем этой государственной услуги, обратите внимание, не чиновник, а именно пользователь, осуществляет оценку качества оказания той или иной услуги. Так вот, услуга по государственной регистрации юридических лиц, юридических предпринимателей, по предоставлению сведений, по информированию налогоплательщиков, вот эти услуги, которые оказываются федеральной налоговой службой, они как раз оцениваются в рамках этого проекта, «Ваш контроль» физическими лицами, представителями индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые пользуются этими услугами. Так вот, на территории нашего региона оценка осуществляется в рамках СМС-информирования, когда вы, получив услугу, оставляете свой мобильный телефон, и вам приходит СМС-ка с просьбой оценить качество, бесплатная СМС-ка, естественно, с просьбой оценить качество оказанного государственного услуга. Так вот, налоговый орган Рязанской области в среднем имеет положительные оценки, это 4,5 оценки по принципальной шкале, в 98,7% случаев. Поэтому оцениваем не мы себя, не мы чиновники, мы только создаем условия для того, чтобы стартап, создание бизнеса, государственная регистрация, предприниматель, юридического лица была доступной, оптимальной, эффективной, оперативной. А оценивать нас будут как раз те пользователи этой услуги, которые включились в проект «Ваш контроль». Спасибо вам за интересное разъяснение. Я напоминаю, что темой сегодняшней беседы была вопрос регистрации нового бизнеса Рязанской области. Гостем сегодняшней студии стал заместитель и руководитель управления Федерального обслужб Рязанской области Алексей Васильевич Лащенов. Мы прощаемся с вами, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова